Президентом страны следующий год объявлен годом педагога и наставника. И в очередной раз это возвращает нас к пониманию значения учителя в нашем обществе. Те социальные опросы, которые регулярно проводятся, неизменно подтверждают, что именно учитель является самой уважаемой профессией в нашем обществе. Но одновременно мы видим и определенные сложности, связанные с привлечением молодых ребят, выпускников университетов по педагогическим специальностям школы. Это, наверное, то, что является одним из предметов нашего обсуждения. Как продолжить развитие учительского сообщества и как в учительское сообщество привлекать самых ярких молодых ребят. Роль директора в школе тоже, вернее, не тоже, она доминирующая, основная для решения задачи того самого окружающего развития образования, с которого я начал. Потому что современная школа это не скопированный из одного по одной модели по шаблону не скопированная организация. Мы с вами видим, что современные требования однозначно исходят и предполагают, что каждая школа индивидуальная, что школа как живой организм развивается по-своему в рамках единого такого направления, но при этом с, употребляю это слово, авторским прочтением, с тем, что директор школы является действительно тем человеком, человеком, лидером, который реализует уникальные образовательные продукты для детей, и тем самым определяет тот самый профиль, тот самый портрет школы, который нам нужен, который должен быть в нашем городе разнообразным. Мы много сейчас делаем уже в этом направлении, вы знаете лучше гораздо меня, но хочу напомнить, что у нас открываются предпрофессиональные классы, вот в этом году открываем Атом-класс. Задача заняться подготовкой ребят в сфере предпрофессиональной ориентации школьников в сфере новой энергетики, предуниверсарий в этом году открывается у нас на базе 33-й школы некоторый такой флагманский наш продукт. А в целом, как задача стоит, чтобы в большинстве школ были те или иные предпрофессиональные классы, чтобы мы такую возможность в пределе давали каждому школьнику, и школьники могли выбирать родители, школьники могли выбирать школу не только исходя из географического положения или из общих, так скажем, предпочтений, рейтингов, школовосприятия, но и исходя из тех уникальных особенностей программы, в том числе предпрофессиональных, которые школа выдает. И это же раскрывается через дополнительные возможности школьного образования, например, очень важную инициативу, которую хочу упомянуть, это музейные уроки. Мы в этом году должны 25% школы реализовать. Задачи наращивать, чтобы опять же нам в пределе, ну, как планку мы решили установить, 50% для 2024-2025 годов с ростом по 20% в год, но в пределе, конечно, чтобы каждый камчатский школьник в процессе обучения мог воспользоваться такими, как бы это даже не дополнительными образованиями, в полном смысле этого слова, а просто дополнительными возможностями, которые наша Камчатка, наши музеи, наши дополнительные предприятия, природные возможности представляют для развития. Продолжение следует...